Всем привет! Мы сейчас возле восточного Эмнета и здесь уже началась битва за город. Мы к ней присоединяемся, естественно. Штурмуем несколько раз, потому что мы не будем... И к следующему штурму мы уже присоединимся сразу. Так. Давайте посмотрим. А, я так понял, все уже. Да. Захватили, я... Переборщил немножко. Так. Мне не хватает очков снабжения, как видите, сразу вот. Так. И сразу отправляемся в Уистфольд. Потому что вполне возможно, что в Уистфольде та же самая ситуация и будет неудобно. Вот. Вот, 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 вот. Нам сюда. 130. Прекрасно. Спасибо за помощь. И... да. Наконец-то. Нам хватит этого, чтобы выполнить задание. Да что ж вообще, блин, по одному. Неудобно. Этого нам хватит с головой, чтобы выполнить задание. Плюс этого нам хватит, чтобы продать. И еще одна. Прекрасно. Просто великолепно. Хорошо. Еще. У меня просто уже нету... Места. Давайте возьмем, кого сможем. Опытный застрельщик. Давайте возьмем. Гнома мы брать не будем. Булава неплохая еще и получили. Это неплохо, очень неплохо. Так что, Систфольдом он уже не под осадой или под осадой? Судя по всему, он под осадой. Пеши. Пеши. Руны. Легкий конник. Готово. Давайте подождем, посмотрим. Систфольд все еще под осадой. Причем осада очень большая, достаточно большая. Так. Есть и хорошие новости. У нас 51 воин. Это очень хорошо, потому что просто уничтожили тех, кто нам не нужен был. Так, и теперь нам нужно подождать атаку на Истфольд. Давайте присоединимся к компании. Подождем немного. И после этого мы отправимся... Я очень не хочу пропустить Трандуилю, если будут разваливать чертоги. Я этого очень не хочу пропустить, честно говоря. Давайте сохранимся. Так, кто у нас здесь есть, что остался. Хорнбург, Эдорас и Истфольд. Это такие места, которые остались. Мы сейчас подождем. И если что, мы в Истфольд должны захватить. Да, уж простите за то, что мы будем просто стоять. Сами понимаете, это не самое интересное, что могло бы быть. Но... Так мы, по крайней мере, будем уверены, что... Мы не... Провтыкаем возможность развалить Истфольд. И, насколько я понял, союзники наши поехали на Эдорас или Хорнбург. То есть, тут никто стоять не будет ждать. Они хотят это все развалить одновременно. И, честно говоря, мне хочется поучаствовать во всем. Это просто нереально как-то. Все так быстро, со всех сторон. Знаете, они резко стояли, никто ничего не делал долгое время. А потом они резко начали бежать все куда-то. Сразу. Хотят захватить все и сразу. Блин. Вот то, что я говорил. В темнолесье развалили. И я не поучаствовал. Как видите, они... Вот, действительно, они все начали делать просто мгновенно, со всех сторон. И ты ничего не успеваешь сделать. Даже если бы я сейчас отправился в темнолесье, я бы не успел. Так, хорошо. Иствольд пока не нападает. Эдорас у нас под осадой. Формбург непонятно. Формбург нет. Эдорас под осадой. Давайте посмотрим. Если повезет, то мы Иствольд захватить успеем. И съездить водорас тоже успеем. Если все будет хорошо, это будет очень удобно. Слонная. Давайте выбросим. Мы выбрасываем. Это отряди у нас. 51. Ну, давайте, ребята. То... Хорнбург. Теперь под осадой еще и Хорнбург. Ну, как видите, с этой стороны, где находился Мордор, они просто быстрее как-то действовали. Исенгард очень долго расхаживался. Как холодный самовар, так сказать. И сейчас я не понимаю, почему Иствольд не захватывается, а просто стоят и ждут чего-то. Ребята, чего вы ждете? Вы хотите сразу на всех городах начать осаду? Давайте съездим в Эдорас, посмотрим, кто его осаждает, и вернемся к Иствольду. Очень плохо то, что могу не успеть и туда, и туда будет обидно. Так, Эдорас у нас что? Все, Эдорас он. А вот тут даже кто-то воюет с кем-то. 50 против 8, а тут... Ну, тут получше. Давайте сюда пока съездим, посмотрим, поможем. 200. Далее. Далее. С этим всем. И опять же, у нас нету места. Это мы все заберем. Это нам сейчас пригодится. И сюда мы тоже заедем, поможем. Вот. А это уже очень неплохо. Это то, что мы заберем. В любом случае, потому что нам нужны помощники, нам нужны воины. Дикарь мы возьмем. Готово. Это все мы тоже забираем. Нам нужно бы отправиться, на самом деле, к союзникам закупиться едой, потому что еды у нас очень мало, ее практически нет. В отряде у нас также были улучшения. В отряде у нас также были улучшения. Давайте улучшим то, на что гораздо хорошо. Истфольд еще под осадой. Мы с вами, наверное, сейчас съездим в один из лагерей ближайших. Вот прям самых близких, которые тут стоят. И зададим несколько, вот, чуть ли, вот, еще чуть-чуть, и мы бы не смогли поучаствовать. Так, выламывайте, выламывайте, ребята. Вот, 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 пошли, пошли. Давай, 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 давай. Хорошо. Мы с вами остановимся вот тут, прям под стеной. Так нас лучники не смогут убить. Подождем, пока немножко толпучка тут разойдется, потому что просто... Мы сейчас в толпе, даже не заметим, нас задавят, и все. 17, 20, 19, 19, 18, 18. Ну, в принципе, у нас одинаковые сейчас силы. По захвату и по отбитию. Тут уже все зависит от того, как хорошо, кто будет сражаться. Ну, пока мы побеждаем. Но, опять же, это пока. Ну, все неплохо, пока держимся. Да, все очень хорошо. Единственное, мне не нравится, мы не можем пройти туда. Только стоять здесь и ждать. Прибыли новые враги. Плохо. Скоро должно подойти наше подкрепление, потому что враги перебьют. Хотя, харадские конные лучники очень неплохо сражаются. 10. В принципе, даже если подойдет сейчас наше подкрепление, то оно может и не понадобиться, на самом деле. Хотя, было бы неплохо, если бы оно пришло. Наши сражаются там очень даже неплохо, очень неплохо. Единственное, меня смущают, это лучники наверху, но... Вот, прибыло подкрепление, прекрасно. Все, это практически победа. Правда, я не поучаствовал, но я лезть туда не хочу. Меня просто сейчас запрут, и я умру. То есть, ни я не смогу выйти, ни меня прикрыть. Очень узкий проход. Ну, там осталось не так много народу. Вот видите, все. Давай, 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 пеший воин. В атаку давайте вперед, 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 вперед. Вот, я прошел, прекрасно. Тут кто-то есть, тут никого. А тут, и с этой стороны уже никого, всех перебили. Прекрасно, осталось там пара человек. Их сейчас просто убьют. Да и все. И, как это прозвучало, прикольно. Продолжить. Иствольт разбили. Так, у нас 42 осталось. Так, лунный конник и тиран. Здесь, хорошо. Легкий конник. Прекрасно. Мы с вами отправляемся к ближайшему лагерю. Не столь существенно, что это будет за лагерь, на самом деле. Нам все равно. Давайте в Умбарский сходим. Давно там не был. Хочу посмотреть, что у них изменилось. Что у них есть полезного. Пойдем в лагерь. Потому что далеко же входим. Так, сейчас нам нужно найти тех, кто отвечает за кузницу. За За продовольствие. За кузницу. Вот. Склад мы нашли. Ты у нас за пленных отвечаешь. Я так понимаю. Тюрьма нас мало интересует. Ты у нас кто? Кузнец. Управляющий где-то тут будет. Он нам уже не особо нужен, на самом деле. Давайте. Полевой склад. То, что требовалось именно еда. Так, мы все это продаем. Это мы берем. Кузнеца. То, что меня интересовало. Нельзя использовать верхом. То, что могли, они нам предложили. Дальше с вами. Давайте к Харадам съездим. Да, Харадам. Лагерь. С той стороны уже должны были рунийские войска подойти ближе. Они все-таки разбили чертоги. Поэтому. Ну, очень жаль, что я не поучаствовал в войне за чертоги. Что не говорить о чертоги. Это было прям... Я хотел именно поучаствовать. То есть, посражаться за чертоги и все такое. Но. Но. Не судьба, так сказать. Потому что просто были далеко. Мы бы не успели. Даже если бы я перезагрузился и поехал заново, мы бы просто не успели. Ну, управляющий мне не особо нужен. Но давайте уже. Так. Хорошо. Полевой склад. Еда. Кузница. Что у нас есть в кузнице? 40, 10. Неплохо. На самом-то деле, очень даже неплохо. У них, в принципе, такая броня симпатичная. Но нас мало интересует она. Ну, вот. Вот это вот действительно можно взять. Все остальное такое. 24 даже. Вот. Есть. Давайте их возьмем. А эти я сейчас отдам свою молорку. 35, 38, 40, 10, 30, 15. Такое. Это уже незначительное. Ну, я не поучаствовал в захвате минус Тири. Там меня это очень расстраивает. И то же самое с чертогами Трандуиля. Тоже печально. Это такие две твердыни. У эльфов одна и у людей, которые я хотел поучаствовать в захвате. Но не получилось. Потому что просто в разных сторонах они находятся. И я пролетел, так сказать. И с одним, и со вторым. Такие кузницы. Кузницы тут у нас. Не добавилась кузница почему-то. Ладно, сейчас подойдем к нему еще раз. Посмотрим по поводу вещей. Все. Есть полевой склад. Еда. Кузница. Кузница что у нас? Это одноручный. Нет, двуручный. Двуручный нас мало интересует. Харатская маска. Неплохо. Ну, она особо не защищает. Это такое баловство. Тридцать два. Защита головы еще плюс. Неплохо. Очень даже неплохо. Но не имеет смысла. Так. Копьем. Семнадцать. Это все не то. Хорошо. У Харат нам ничего не нужно. В таком случае. И отправляемся к Эду. Раз его тоже должны уже захватывать. По идее. Они должны успеть на захват. Давайте сохранимся. И нам потребуется очень быстро бежать к державе рун. Чтобы они не забирали своих бойцов. Потому что сейчас у меня отряд в основном из их бойцов и состоит. Еще есть конечно дулацкие ребята. Но их там очень мало. Буквально пара десятков. Меньше даже наверное около десяти. Вот рунницы уже пошли. Так. Кто у нас тут? Давайте присоединимся. Немного повоюем. Еще чуть-чуть. И все. Давайте кого-то мы выкинем. Возьмем Королевского Стража. Он самый дорогой просто. Заберем вот это все. И отправимся к рунийцам. Начнем мы уже с следующего видео. Я уже буду возле рунийцев. С вами я прощаюсь. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok